Спинозавр один из самых популярных динозавров, но сегодня я расскажу не о нем, а о его родственниках, о Зухамиме и Кристотозавре, которые, по мнению, достойны не меньшей популярности. Динозавры эти были примерно одного размера, и Кристотозавра от Зухамима отличала только гребень на шее, поэтому на протяжении видео я буду говорить о них как об одном динозавре. Теперь немного поговорим о формации, в которой они жили. Она представляла из себя болотистую местность. Рядом с ними обитали крупные травоеды, такие как уранозавр, нигерзавр, средние по размерам травоедные лоргузавры, и небольшие хищники длиной до 7 метров, криптопс и эокархалия. Также там обитали различные крокодиломофы, к примеру, саркозук, с которым Зухамим мог иногда сталкиваться. Скорее всего, такое противостояние закончилось бы нечей, поскольку Зуха может использовать только свои копти в качестве оружия, которые мало что бы сделали против бронированного саркозука. Но узкая череп саркозука тоже ему бы не сильно помогла, разве что вызвала бы кровотечение у Зухамима. Поэтому тут 50 на 55. В общем, Зухамим является самым крупным хищником в своей экосистеме. Однако на лурд и нигерзавров Зухова, скорее всего, не нападало. Слишком большой риск получить хвостом по морде, ну или когтем. А вот загнать криптопсов с падали, почему бы и нет? В общем, такими были эти динозавры. И в отличие от спинозавра, они были не просто главными рыбоедами, а могли держать экосистему в страхе. Если вы не согласны, пишите свое мнение и ждите большое видео с динозаврами, а также битвы динозавров в виде об Иритаторе, об Ирличных зоуроподах и украинских экофил. Продолжение следует...